Друзья, всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули к нам в гости, и сегодня мы с вами начинаем новый влог с нашей поездки на Кавказ. Родители приехали уже к нам. У нас тут сборы активные. Папа, мама заплетает векушку, делает ей красоту. Много покажите, девчонки, красотки. Еще одна красотка. Что ты ждешь от этого прекрасного путешествия? Только позиционных эмоций, хорошее настроение и просто отдых. Зайка, а ты что хочешь получить от этого путешествия? Классных эмоций и хорошего контента. Я тоже не ожидала. Мы уже добрались до аэропорта, сейчас будем проходить регистрацию. Ну все, мы идем на посадочку. Так что ждите нас на Кавказе. Все, последний уходим из самолета. Мы приземлились, долетели отлично. Я вам, кстати, не сказала, что приехали мы к родственникам. Вот, они нас забрали сейчас как раз с аэропорта. Сидит ребенок, жует уже. Вот, и поедем мы в Невиномыск, потому что родственники живут именно там. Зовут их тетя Юля, дядя Рома. Обязательно вас тоже с ними познакомим. Мам, посмотри, какая горькая. Да. И это только начало, не будешь. У нас уже вечер. Вот такой вот большой компанией мы выбрались на прогулку по вечернему Невиномыску. Тут такая церковь красивая. Кстати, новая постройка. Такой вот тут классный бульвар. Светящиеся фонтаны. Красивенько. На улице так хорошо, свежо. Днем было жарко, а сейчас прям комфортно. Самое то для прогулки. Завтра куда у нас? Кисловодск. 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 Да. Это тетя Юля. Знакомьтесь с маминой. Я тетя Юля. Мамина сестра. Да. Дядя Рома. Муж мамины сестра. Ой, своя. Короче, прекрасные люди, которые нас гостеприимно, радушно встретили. Накормили, напоили и вот выбрались все вместе погулять. Мамина. Мамина. Смотрите, какой посреди бульвара стоит огромный самолет. Детки на него залезают, фоткаются, лазят, играют. Вика! Тебе не страшно там? Очень прикольное местечко для вечерних прогулок. Девчонки там сидят на самолете. Это Соня. Это Вика. Что это за выход такой? Неэффектный. Обучение. Руку вот так, оп, пальчиками вот так. Уху! Ничего себе! Дядя Ромь прям в руки! Поняла как? Такой очень уютненький бульварчик. Тут скамеечки, все засажено розами, кустарниками. Пушка стоит. Она уже очень много лет здесь, теть Юль сказала. Всем привет, друзья! Ну что, у нас уже следующий день. Мы проснулись, позавтракали и сейчас будем выдвигаться в Кисловодск. Как настроек? Боевой! Прикиньте, тут персики растут. Так круто! Для нас это, конечно, необычно. А тут вот растут. Конечно, не созрели, но их много. И вот этот, я не знаю, можжевельник, наверное, да? Тоже такой огромный, красивый. Смотрите. Вообще, класс! Моя мечта. Гостигает меня сосисочкой. Да, Боня? Нет. Ну и машинка, на которую мы поедем. Такой вот большой автобус, как раз для нашей большой семьи. Сейчас будем грузиться и выдвигаться в путь. Ну и машинка, на которой мы поедем. Ну что, друзья, мы уже добрались до Кисловодска, идем гулять в парк, позади меня цирк, все так красиво, жара вообще стоит, градусов 35, наверное, сегодня. Смотрите, как тут красиво оформлены цветы уличные, в таких кашпо-горшочках. Такой очень симпатичный чистенький городок туристический, очень здесь уютные улочки, кафешки, а по дороге вон наткнулись еще на небольшой водопадик, тут вдоль дороги прям. Санаторий Вернисаж, вон там наверху. Дамбай, Пятигорск, Медовые водопады, Гора Кольцо, Джилесу. Вот мне подписчики советовали в Джилесу съездить вот сюда. Эльбрус, конечно же. Ну, сразу все посмотреть, Грозный я тоже очень хочу туда. Сразу все посмотреть за одну поездку, это нереально, конечно, мы совершенно в другой стране сейчас, и ехать в любую точку далеко и долго. Как же здесь все красиво, ребята, просто замки какие-то стоят вообще. Хочется все снимать. Тут все в розах, такие невероятные ароматы стоят, ребята, вообще. Очень красиво вокруг, столько людей. Классно, мне нравится. Сумочка тебе не по размеру, да, Викош? Чуть-чуть великовато. Проходим фонтан, вечером это все еще светится. О, какая тут чебурашка, надо Вику сфоткать с ней. В общем, прогулялись мы по курортному бульвару, и сейчас дошли до Нарзанной галереи. Можно тут попить водичку полезную, вот, так что не знаю, кто будет пить. Я, конечно, такие вещи не особо люблю, я просто не смогу выпить даже. Но так посмотреть и вам показать. Национальный парк Кисловодский, вот сюда мы как раз и пойдем гулять. Ну и вот она, собственно, Нарзанная галерея. Наши уже зашли попить водички, а я снимаю вам, показываю, как это все выглядит. Ты что, Вику, ль, водичку решила попить? Да, да. Ну попробуй. Ну как тебе, Викош? Сокированные! Не очень, да, судя по лицу? Ну да. Ну и, короче, поэтому я такое не пью, я не могу. Всякие есентуги, Юлька вот у нас любят, а я нет. Не-не, я даже пробовать не хочу, я просто показываю, как это все здесь выглядит. Вот разные такие вот колонны стоят. Доломитный теплый, доломитный холодный, сульфатный, общий холодный. Короче, много-много всего. Картины висят. Небольшая галерея. Что? Доломитный холодный. Вторая тоже не зашла? Можно остановиться, я думаю, да? Я пить хочу, я пошла. Они о детях не думают. Почему? Потому что тут же дети, а они не пьют козелёвку. Вид из окна на фонтанчик. Красиво. А вот тут, как мы поняли, сама скважина, где вода идёт. О, вот сейчас видно. Смотрите, какие конструкции из камней. И все они стоят не скреплённые между собой. Просто вот мужчина ставит, находит баланс, и всё стоит. Представляете, как круто? Тут такие классные, роскошные ивы. Посмотрите, как ветки свисают. А снизу вода. Такие небольшие водопадики. Всё это туда вдаль уходит. Класс. Но ивы, конечно, вообще шикарные. Тут вот нам сказали святой источник. Водичкой можно умыться и попить можно. Вот, и пей. Всё. Вкусненькое, холодное, да? То, что надо в такую жару. Какая-то очередная красивая локация. Такие тут все здания красивые. Старые. Город твоего сердца – Кисловодск. Ну, а теперь мы держим путь в горы на самую высокую точку национального парка Кисловодск. Пешком мы решили не идти, потому что жара, вероятно, сели на такси. Оползни пошли. 600 рублей. И всё. Муж уже закладывает. У меня у одной. Нет, у меня тоже. У меня закладывает уши. Вау, видела бы Соня. Красота, да? Только гора состоит не из земли, а из деревьев, да? Да. Мы добрались. Это что за красота? У меня просто дух захватывает. Не передать. Просто это через камеру. Как красиво. Просто смотрите на лицо человека, который впервые увидел горы. Я не могу, мне кажется, идиотская улыбка, но это просто эмоции неописуемые, непередаваемые. Это очень красиво. Это просто что-то нереальное. Обезьянка моя везде дерево найдёт. Да. Сфотографировать тебя? Да. Вы фоткались уже тут? Да. Я тоже хочу. Какая-то змейка, да? Может, надо вот туда видеть. На солнышке. Вид можно отбудить, да? Что творит природа? И страшно, и красиво. Это надо видеть своими глазками, потому что масштабы просто не передать. Ой, ты красавчик какой. Привет. Травку жуют. Это уже супер-экстремально, конечно. Можно, кстати, поехать по канатке. Канатная дорога. Но нам сказали, что это не очень прикольно, потому что битком прям набивается и не очень комфортно. Вот так вот спускаемся вниз по серпантину. Смотрите, где мы сейчас находимся. 1168 метров над уровнем моря. От Нарзанной галереи, вот где мы как раз водичку пили, 5400 метров. Прикиньте, тоже красивая локация. Кстати, деревья шикарные. Отсюда весь город как на ладони. Прям все видно. И воздух потрясающе чистый, свежий прям. Ну-ка, дай-ка я тебя сниму. Такие тропинки, смотрите, аккуратненькие, камешками выложенные. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Такая вереница людей. Огромная у нас сегодня компания. Хочется снимать просто каждый сантиметр, потому что и виды классные, и сама дорога красивая. Спускаться еще и спускаться. А вот Лермонтов. Тут он сидел, наслаждался видами, вдохновлялся и писал. Мы, Каталин и Рост, вот это сухо! Национальный парк Кисловодский, карта-схема. Решили мы уйти с солнечной стороны. Пойдем по лесочку. Тут комфортнее, хотя бы так солнце не печет. Да, горы, это, конечно, прекрасно и шикарно. Тут какой-то невероятный воздух. Пахнет соснами, прям идешь и получаешь удовольствие. Но, честно, мы уже немножко взболбались спускаться, и нам еще идти и идти вниз. Но спускаться не подниматься. Мы встречали людей, которые поднимались на самую высокую точку горы. Они были просто красные, дышали вот так. Я думала, они в оморок грохнутся. Короче, мы приняли правильное решение, что приехали сюда на такси, потому что спускаться всегда проще. Долина Рос. Вот только посмотрите, какая тут красотища. По бокам такие туи огромные, высоченные. Они больше, чем вот эти фонари. Да. Вот такая вот здесь есть клумба, и от нее дорожки. И сверху это выглядит, как солнышко с лучами. Здесь, конечно, очень много роз. Смотрите, какие красивые. Вообще, ароматы бомбические стоят. Тут, наверное, как пионы, видные розы, да? Очень красивые. И розовые, какие-то персиковые. Вон там тоже все в розах. Сейчас мы дойдем. Вот здесь все засажено, но, видимо, из-за жары уже, или они отсвели, или из-за жары погибли. Мало цветочков. Как пахнет вкусно, да, везде, Виколь? Смотрите, какие красивые. Одно наслаждение тут ходить, любоваться цветами. Кстати, подняться в гору и спуститься с горы можно вот на такой вот машинке. Теперь мы дошли до веревочного парка. Девчонки хотят тут немножко полазить. По горам-то не налазились сегодня, не устали, видимо, еще. Я на среднюю, на вот такую вот. А там надо узнать по возрасту тебе, куда можно. Виколь, не страшно тебе будет? А ты на какую идешь? Я на сила. Так-то высота нормальная такая. Молодец, Викольчка. Ну что, страшно? Да. А говорил нет. Да нормально, классно. Я поставил вниз, не смотри, Вика. Хорошо идешь. Переступай. Молодец. Ножки вперед. Ага, теперь раскачивайся и переходи на ту желтую. Давай, и перешаги бы вот сюда. Пожалуйста, пододвину. Давай, я пододвинула. Ага. Так, молодец. Все, молодец. Но это легкотер. А за что мне это? Сама вызвалась. Я не знала, что тут будет такая волосна в ребятке и дать. Нет, что думаешь, что тут же будет? Что ты и раздеваешься? Мам. Папа. Все, Викуль, последний этап. Давай, ножки вперед и полетели. Класс. Ну все. Да, дорога препятствий пройдена. Ты вообще крутышка. Я еще хочу. Сложно было? Ладно, я заново хочу. Все, мы наконец-то спустились в цивилизацию. Очень голодные. Так что сейчас покушаем и будем уже выдвигаться обратно в Невиномыск. Вечером тут прям движ Париж. Только народу. Много туристов. Кисловодск, 2024. Август, 3 число. Ну что, ребятки, у нас уже следующий день и мы решили сегодня не ехать никуда. Да, у нас сегодня релакс день, дома, бассейн, сейчас пообедаем. Всем привет. Нарежем арбуз, а вечером поедем на горячие источники термальные. Тут недалеко, километров 20, наверное. Балдеж, балдеж, да. После гор самое то. А завтра опять в горы. Завтра архиз по плану. Ну это мы уже завтра вам расскажем, покажем. Ну что, давай волну-то. Вот только так, чтобы с бортов не выходило. Все, 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 все. Девочки, нельзя. Все, 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 все. Плакачели в стиле макраме. Смотрите, какие симпатичные. Я, кстати, подобные видела в Rich Family. Они там стоили очень бюджетно, полторы-две тысячи рублей. Но, как объяснила тетя Юля, они там сделаны из хлопкового материала, который легко и быстро убивается. Буквально один сезон хватает. Она покупает какой-то такой вот шнур синтетический. И он вообще неубиваемый. Его можно, это кресло и на улицу, и на балкон вешать. В общем, ничего с ним не будет. Смотрите, какая бахрома красивая. Вот. И основание металлическое. То есть, вот этот круг она покупает, все обшивает. Ручки, смотрите, какие симпатичные. Еще вот серенькое кресло тоже тут висит. Тут уже другие ручки. В общем, девчонки, если актуально, я вам в Телеграме, наверное, оставлю контакты. Тетя Юля. Возможно, вам приглянется, захочется заказать. Я вот себе тоже обязательно закажу, когда мы будем облагораживать участок. Вот. Мне кажется, классное такое уютное креслице. Прям удобно в нем сидеть, скачаться. Можно еще подушечки добавить. Красота. Да, цвет можно выбрать любой. Размер, соответственно, тоже под ваши потребности. Ай, хорошо, да? Жарко тоже не будет теперь. Вот и все, да? Собакен чистый. Хозяйка грязная. Все так, как и должно быть. Да, видок у меня, конечно, не очень. Но зато состояние прекрасное. Да? Красота моя. Учимся кувыргаться. Раз. Оп. Еще. Оп. Все нормально. Вон, получилось. Молодец. Али. Оп. Оп. Молодец. Ну, как я и говорила, друзья, вечером мы добрались до термальных источников. Тут много всяких плюшек есть. Здесь, например, вот бассейн делают. Вот там, видите, такие пузырьки? Это массаж ступней ног. Кнопочку нажимаете и включается массаж. Такие подушки воздушные. На улице есть бассейн с холодной водой. Там, видите, душ. А вот это самый большой бассейн. Здесь температура воды 34 градуса. Периодически включается либо душ-шарко, вот такой, либо воздушные подушки. Но сейчас пока они выключены. Вода тут такого прикольного цвета, да? Ой, вообще такая теплая. Хорошо. Как в ванной. Душ этот, конечно, вообще мощный. Под него встаешь и прям такой массаж пробивает спину шею. И еще есть вот такой бассейн. Тут вообще горячая вода, 42 градуса. Прям очень тяжело было заходить. Даже горячее, чем в ванной. Душ включается и тоже подушки воздушные спину бьют. Короче, очень прикольно. Ну что, как тебе? Класс. Кровать. Вообще шикарно. Пойдем, я с прохожем в бассейне поговорю. А вот тут бассейн с морской водой. Пойдем, я с прохожем в бассейне. Все, вышли мы. Красивые вот такие все. Распаренные. Спать будем. Крепко-крепко. Тормальный комплекс. Вот. Ну, я сказала на слова. Тормальный комплекс. Я забыла уже название, правда. Вот эта прекрасная дама предусмотрела, что после воды мы все будем голодные. Собрала нам тут бутербродики, колбаска, сыр, хлебушек, лимонадик. Вот сидим у нас тут вообще лакшери, да, девочки? У нас ресторан на колесах. Красота. Хорошо. Продолжение следует...